Вопрос давайте про экофестивали, да, что экологический фестиваль в Москве в начале осени довольно такой же привычный, да, вот зеленый, недельный воробьевый зараз, здесь проходят еще в сентябре какие-то фарты, они для чего нужны, чтобы проходить экологическое сознание у людей или для чего вообще? Ну в том числе, конечно, для пробуждения экологического сознания, для привлечения широких масс москвичей, общественности к проблемам экологии, к особо охраняемым природным территориям, к проблемам водных объектов, да, вот Таргинская пойма не зря выбрана, это наше традиционное место, мы здесь будем экофестиваль проводить ежегодно, он стал уже ежегодным, мы его проводим третий раз уже непосредственно на этой площадке, единственное по времени, в этом году мы его проводим чуть позднее, всегда в июле проводили, в связи с тем, что идет реконструкция зоны отдыха, вот здесь как раз, на том берегу, да, с другой стороны дороги, поэтому было решено просто приурочить это уже к Дню Знаний, то есть провести в преддверии Дня Знаний, и школьники уже вернулись все, скажем так, с отдыха. Ну, здесь, мне кажется, для всех возрастных категорий на этой площадке можно найти какое-то применение, какое-то дело, узнать что-то интересное. Мастер-классы, здесь представлены все наши особо охраняемые природные территории, все отделы экологического образования и просвещения. Программа организована для самых маленьких, скажем так, да, наших москвичей, до людей преклонного возраста, всем будет интересно узнать какую-то информацию о природе. Ну и, наверное, самое главное, мы провозгласили 10 июня этого года новую экологическую политику, ее основу утвердили. И вот как раз самое, наверное, главное, красная нить, которую хочу до всех донести, это то, что экология – дело каждого, это общее дело. Вот эти вот фестивали, они как раз позволяют общественным организациям, депутатам муниципальным, депутатам Мосгордумы, представителям власти говорить на одном языке об экологии, отвечать на какие-то вопросы. Мы становимся ближе к нашим избирателям, к нашим гражданам и жителям и говорим о том, что только общими усилиями мы можем что-то сделать, ну, скажем так, в своем доме почистить и сделать его чище, благоприятнее это, да. Вот основное дело. А вот хотите с помощью Амуры Белого почистить пойму, неужели он справится сразу? У него маловато, по-моему, нет? Нет, сначала ее нужно будет почистить техническими усилиями, средствами. Ну, а потом Амур, вы знаете, на самом деле есть такие места в стране, где Амур очень здорово реально справляется, чистит, чистит загрязнение такие. Здесь очень важно, что проходит и вот именно здесь, в Строгинской пойме, недалеко Кировской пойме, где будут большие преобразования в ближайшее время. Я вам хочу сказать, что один из первых вопросов, который задают избиратели, жители Москвы, говорят, вы знаете, ну вот это все хорошо, вы сделали нам дворовые площадки, детские площадки, а вот лес-то почему у нас вот в таком состоянии находится? И, к сожалению, это, как бы, еще это и в Москве находится, поэтому в который раз обратить внимание, обратить внимание на то, что вот есть живая прекрасная трава, но надо ее сохранить и для нас, и для детей, кустарники, лес. И, конечно, очень важно, чтобы люди рядом с собой не портили, извините за слово, не гадили, потому что... Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Да, где не мусорят. Амур, да, вот по иличным хам вопрос, это будет распространено на всю территорию Москвы? Это одна из акций, которую в прошлом году совместно с акцией «Миллион деревьев» объявил мэр Москвы. Это, на самом деле, один из видов биологической очистки. Понятно, что белый амур, он в основном, скажем так, уничтожает водную растительность, которая, когда разрастается, она, скажем так, затрудняет, наверное, все процессы положительные, которые в водоемах проходят. Поэтому, конечно, от химической, от нефти, от каких-то вредных загрязнителей амур не почистит воду, но вот от, скажем так, от излишней растительности он ее чистит. Это, наверное, одна функция, которую он может выполнить. Поэтому совершенно прав мой коллега, что воду надо чистить и водоемы разными способами, в том числе и биологически. Поэтому надеяться на то, что только от белого амура вода станет чище, наверное, нельзя. Надо предпринимать ряд мер, в том числе, где это возможно и где это необходимо, подселять не только белого амура. Есть еще рыбы, которые уничтожают, там, те или, скажем так, виды водорослей вредных. Есть бактерии, которые тоже на некоторые водоемы мы реабилитируем с помощью бактерий, которые, допустим, съедают нефтепродукты. То есть много-много способов очистки водоемов, а мы, скажем так, их применяем в городе. Евгений Владимирович, Вы глава комитета по культуре на экологическом празднике. Совсем получается, как у Лькачева, экология культуры. А при списке приоритета Ваших избирателей, что выше, культура или экология? Вы знаете, мне представляется, что культура должна быть во всем. В поведении, в умении сохранять экологию. Поэтому за культурную экологию в нашей Москве, я считаю, обязательно. Или за экологическую культуру. Можно и так, и так, как угодно. Главное, что смысл не меняется. Коллеги, еще какие-то вопросы? По поводу белого амура еще что-то? Еще толстолобик есть. Знаете, толстолобик тоже справляется с этим. Но белый амур лучше. В этом году, помимо того, что просто по фестивалю проходит, еще проходит и субботник. Мы убираем территорию. Здесь организовали раздельный сбор отходов. Не называем это мусором, а на самом деле отходами. Потому что мусор, наверное, это уже то, что нельзя использовать. Отходы можно вовлекать во вторичную переработку. Ну, воздушные шары сегодня будут. В принципе, конечно, наверное, от нашей традиционной программы мы не отошли. Что-то новое придумывают, наверное, все сложнее и сложнее. И еда здесь будет экологически чистая. Здесь даже медовуха сделана из трав. Из трав медовуха. Так что рекомендую. Медовуху сделали из трав, а меда нет. И мед отдельно. Коллеги, если вопросы, я не знаю. Да, вот среди целей заявленных в этом году вы сказали, что есть миллион деревьев, есть субботник, а будущий год. Дайте нам анонсы на будущие годы. Что ждать? Ну, вы знаете, я с моим министром вхожу как раз в тот самый комитет по миллиону деревьев. И каждую весну, каждую осень в Москве, в тех местах, где определили жители, будут высаживаться и деревья, и кустарники, приводиться в порядок те территории, которые в этом нуждаются. Их достаточно много. Заявок очень много. Я думаю, на нашу жизнь хватит. А я, наверное, все-таки еще расскажу про динамику этой акции. Она началась в прошлой осени. Мы всего лишь два сезона высаживали деревья во дворах. Динамика, конечно, поражает, потому что прошлой осенью 360 дворов москвичи выразили желание озеленить. В этом году уже осенью мы будем озеленять более 2,5 тысяч дворов. То есть это практически в 8 раз больше. Ну и деревьев, естественно, количество выросло. В этом году во дворах московских будет высажено более 20 тысяч деревьев и более 200 тысяч кустарников. То есть это может к миллиону практически, я думаю, подберемся не через 10 лет, как мы думали, а я думаю 2-3 года, и мы уже во дворах высадим, скажем так, много зелени. Но на этом понятно, что планы правительства Москвы не останавливаются. Помимо дворов сейчас еще будут приводиться в порядок улицы. Опять же улицы будут приводиться в порядок не только при помощи городских служб, городского бюджета, но и жителей. Это будет такая широкая общественная программа, когда жители будут приспосабливать, благоустраивать именно свои улицы. То есть дворы мы благоустроили, потом выходим, следующая картинка – это улицы. Поэтому я думаю, эта программа тоже в этом году уже будет запущена. И вот в последующие годы будут как раз, на мой взгляд, благоустраиваться и становиться чище, лучше и красивее наша улица. Различные причем улицы, то есть и широкие, и значимые, и незначимые, и второстепенные. Мне кажется, это не может не радовать. Ну и в этом году тоже, особенно после летнего периода, наверное, вы все заметили, что чуть-чуть жарко было, пострадали зеленые насаждения. Мы говорим о том, что помимо того, что высадить, наверное, это сложная задача, но еще выходить, вырастить – это еще сложнее. Евгений Владимирович, а будет кино про экологию, например, в вашем знаменитом цикле «Сокровище земли российской»? Я знаю, что вы неплохой сценарист, напишите. Вот так. Здравствуйте, уважаемые друзья. От имени мэра Москвы, от имени правительства Москвы, от имени коллектива всего нашего. От всех, наверное, госслужащих города хочу вас поздравить с проведением экологического фестиваля в Трагинской пойме, традиционного фестиваля. Проходит он, на мой взгляд, важный год. Год объявлен в России годом культуры. Прошлый год был годом охраны окружающей среды. И, на мой взгляд, очень знаковое событие произошло как раз после Дня эколога 10 июня правительство Москвы утвердило основные положения новой экологической политики, которая сейчас уже начинает реализовываться, вот в нынешний момент, в которой, на мой взгляд, сформулированы цели и задачи в экологической сфере правительства Москвы до 30-го года. И хочу вас уверить о том, что ни одного показателя в этой политике нет, который, скажем так, ни по одному показателю экологии города, состояние окружающей среды не должно ухудшаться, а должно, наоборот, только улучшаться. Мы говорим о том, что мы будем заниматься в ближайшие 15 лет созданием новых зеленых территорий. Мы будем работать с качеством наших зеленых насаждений, потому что высаженные в середине прошлого века уже многие деревья, вы, наверное, сами замечаете визуально, где-то подсыхают, где-то уже свою функцию природоохранного выполняют не так, как это нужно. Поэтому нам есть чем заниматься вместе с вами. Ну и, наверное, главный принцип нашей новой экологической политики – это совместные усилия. Потому что только совместными усилиями мы можем сделать наш город чище, краше, лучше. И природа, в принципе, все механизмы у меня заложены по самовосстановлению. Надо только помогать ей. Вот, в принципе, чем мы и занимаемся, и будем заниматься в третьем. Передаю слово своему коллеге, народному артисту. За последнее время, на самом деле, сделано очень много. Прекрасными стали наши дворы, многие другие территории, лесопарковые зоны. Но еще больше нам предстоит сделать. Преобразования ждут Строгинскую пойму, Кировскую пойму. Ждет и Рублевский лес, Концевский и многое-многое другое. Очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что он тоже ответственен за лес, природу, которая рядом с ним. Не забывать взять с собой на природу лишние пакетики, в которые можно будет убрать то, что осталось после застолья или отдыха, любого, так сказать, содержания. Поэтому очень важно, чтобы экология не только природы была, но экология души, экология взглядов на жизнь, на отношения к окружающим людям. Поэтому я приветствую сегодняшний наш фестиваль, который третий. Очень хорошо, что он, на самом деле, находится в одной из самых красивых природных охранных зон нашего города. Ну что же, с открытием фестиваля, и чтобы и в душе, и вокруг все цвело и вкусно пахло. Ребенок пугался. Какой еще на рыбах вы рыбу упустили? Они хотят из ведра. Нам нравится. Я много ее поймал.